Всем привет! У меня большое пополнение стриптокарпусов. А с чего все началось? Началось все с того, что я подумала, что мне поднадоели мои старые сорта. Цветут они отлично, шапками. Вот вам покажу, например, Лола. И летом я уже покупала новинки какие-то. Новинки для меня. Это, например, Дея Слав. Очень ароматный, рюшастый. И довольно компактная розетка. И захотелось мне чего-то новенького. Думала-думала и решила, что у меня мало стриптокарпусов с фэнтези. И вспомнила, что был такой сорт, попугайчик. И я его приобрела. Вот он. Это я уже обожгла его от ламп. Кстати, кто-то такие довольно маленькие кустики пересаживает уже в стаканы побольше. Я этого не делаю, потому что, когда я пересаживала, корневая система очень маленькая. И даже весь такой 50-граммовый стаканчик не обвит. То есть ее там очень мало. Поэтому я держу пока в таких стаканчиках. И ДС Гжель я решила взять. Очень мне нравился сорт Дымок. Но я не смогла его найти. А Гжель это предшественник Дымка. То есть это от нее, по-моему, пошел сорт Дымок. Вот такие два новеньких я себе купила. И еще покажу, что я вырастила из листа. Может быть, вы помните, я вам летом показывала, что я купила миниатюрный 2036 ДС. Белый с зеленой каймой. Я вставлю вам фотографию. И я жаловалась вам, что он пришел больной, откусанный. И в итоге я еще и мучнистого червеца у него на стволе нашла через какое-то время. И я его выкинула и решила вырасти детку из листа. Он дал всего одну. Здесь уже маленький листик прорастает. Стоит без теплички. И он еще тоже не обвил весь стаканчик. Вот один корень, если вы видите. Вот он, один корешочек. Поэтому будет здесь сидеть до цветения, скорее всего. Я знаю, что Деметрис выпустили очень много новых сортов. Но я как-то не вдавалась в подробности. Я давно на их канал не подписана, потому что мне это одно время было неинтересно. А тут я зашла на их канал, и я обалдела. Сколько же они новых красивых сортов повыводили. Они все супер махровые, с хорошими компактными розетками. Даже миниатюры какие-то вывели. Но основное, что меня привлекло, так я увидела, что они вывели новую форму. Это звезда. Очень много оказывается у них уже всяких звезд. И оранжевые, желтые, и цвета бургунди какие-то. В общем, у меня глаза разбежались, и я скорее пошла искать, где же я могу купить эти звезды. И купила я себе одну звезду, называется Рыжик. Вот, уже такую довольно большую розетку с цветоносами, как вы видите. Довольно крупная. Это я все брала у... Вот эти новые сорта у одного коллекционера. Очень мне нравится этот коллекционер. Я беру уже не первый раз. Отличная упаковка. Единственное, в чем проблема, что она их пересаживает все в новый грунт. Вот. И грунт у нее с мохом. С самхом. Мне такой не нужен, как бы это не корни. Это мох. Вот. Поэтому мне придется очень-очень аккуратно быть с поливом, потому что у меня маты. Если еще и мох, то я могу их залить. Но я немножко их подержу и пересажу в свой грунт. Звезда очень красивая, оранжевая. Я в восторге вообще от их звезд. Вот рыжик. Потом они еще вывели новенького. Это рулетки. То есть у них был сорт редиска. Знаете, такой беленький с окантовочкой фиолетовой. И у них была еще рулетка. И они сделали ее махровой. Назвали ее Ж.О.З. Я, конечно же, буду вставлять картинки. Вот это вроде сортовая детка. У нее как-то там что-то белое должно быть. То есть основание листиков белое, что ли, должны быть. Я в этом, если честно, пока еще не разбираюсь. Но мне сказали, что должна быть сортовая. Очень красивая рулетка. Махровая, контрастная. Я обожаю. Вот как у Лолы белое с фиолетовым. Так, что я еще взяла? Ну, и знаете, меня понесло. Взяла я сорт Блэкбери. Он новый для меня, потому что, оказывается, он 2018 года. Детка немножко тут падает, но ничего страшного. Это все вот не корни, это все мох. Подруга по цветам взяла похожий сорт Мишка Павлу и Никееву. Очень нравится этот сорт. А это такой же формы, только другой расцветки. То есть Мишка бордовый, а это больше в сиреневу. Тоже такая хорошая большая детка. Так, взяла я еще миниатюрный сорт. Где-то он был. Сейчас буду искать. Где я его тут отставила? А, вот она. Маленькая штучка называется. Ну, смотрите, совсем не маленькая. На самом деле, у нее листики, как у вишенки. Это, я так поняла, скрещено с фитюлькой. Вот уже, она уже цвела, я уже отрезала. Вот, буду ждать своего домашнего уже цветения. Тоже все не корни. Очень мне понравился этот сорт тоже, из-за того, что он компактный. Он довольно хорошо цветет, обильно. И интересная, в принципе, расцветка такая в крапушку. Поэтому я решила уже и до кучи его взять. Решила пройтись именно по новинкам. Потому что все-таки ни Демченко, ни Юлия Склярова, ни его Клещинский. Мне кажется, им уже вообще не догнать Димитрис. Потому что Павел с женой молодцы. Они этим плотно занимаются. Выводят что-то новенькое. Я восхищаюсь, конечно, ими. У них очень хороший отбор. Мне лично так кажется. То есть они и на розетку смотрят, и не опадает ли цветок. Потому что у меня многие сорта Клещинского опадают. Вот листья, например. Да, луны вообще нельзя дотронуться. Она сразу скидывает цветок. Какой-то у меня еще 70-92. Тоже относительно такой сыпучий. А Павел, конечно, на все это проверяет. И в сорт никогда не выведет цветок, который не соответствует его требованиям. Также для меня было открытие, что у них появился красный стриптокарпус. Называется он Мак. Тоже такая небольшая. Вот это, кстати, относительно такая небольшая детка. Я уже, наверное, порвала. Красный цветок с темным горлом. Так. И что я еще взяла? А, вот из стареньких я... Я не знаю, зачем я взяла, но мне уже неудобно было отказываться. Я взяла золотой дракон. У него довольно компактная розетка. И он желто-розовый. То есть здесь больше желтого. Мне вот все хочется желтый. Я вот все цыпленка никак не могу купить. Тут я посмотрела, мне коллекционер фото своего растения прислал. Мне понравилось. Сверху розовое, внизу желтое. Вот. Посмотрим, какая будет компактная, некомпактная. Этот сорт, по-моему, я не знаю, там 2014 года. То есть он довольно старый. И еще из старичков я взяла... Наконец-то я его нашла. Этот коралловый риф. Это уже взрослое растение. Видите, сколько здесь было цветоносов. И здесь еще новые. Конечно, вот эти старые листья нужно отделить. Ну, где-то, наверное, ну, я не знаю, месяца через три, скорее всего. И оставить вот эту вот хорошую молодую розетку. Вот так как тут есть еще цветоносы, я не буду пока отделять. Они пусть пока поцветут. Вот это, по-моему, вообще ювенильный листик. Да, его вообще можно либо удалить, либо поставить на укоренение. Хотя старые плохо укореняются. Но я попробую. Вот, поэтому они поцветут еще, не знаю, месяца три. И я буду наблюдать за этой розеткой, чтобы она подросла и уже тогда отделять. Вот, посажу его сейчас сразу в горшок. Он будет у меня цвести. Мне очень нравится коралловый риф. Я, наверное, года четыре назад, я вам уже рассказывала, покупала у недобросовестной женщины, коллекционера. То есть она какие-то свои детки подсунула мне, как коралловый риф. На тот момент это была новинка. Да, наверное, 2016 года. И у меня расцвела луна. И что-то я еще у нее брала. И у меня расцвела типа... Ой, забыла, как она называется. Ну ладно, неважно. В общем, все два сорта, которые у нее брала, все не по сорту. И она меня еще уверяла, что это спорт. То есть я говорю, как бы из меня дурочку делать не надо, потому что я знаю, какой может быть спорт у этого сорта. Вот. И в итоге сколько у меня получилось? Восемь новых сортов. Не знаю пока, куда я их буду размещать. Может быть, я и отдельную стойку поставлю. Может быть, какие-то старые свои сорта уберу. Кстати, кому интересно, я буду делить свои кусты. Это маргарита, 70, 92 и листья. И еще DS лавину. Так что вот 4 сорта. И миниатюрный. И два миниатюрных у меня есть. Это Bristol's Dust Bunny остался последний. И Heartland Starfish. Так что кому интересно, вот 6 сортов у меня есть. С трептокарпусов. Надо освобождать место на свои новенькие. Надеюсь, может быть, кому-то было интересно. Всем пока.